МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, тем не менее, оно так тяжелось, но так тяжелось нашу речь, что без него уже никуда. Тем более, так называется спектакль «Время супергероев». Я видела вас в этом практически моноспектакле. Ну, так отчасти, да? Все-таки вы там солируете так серьезно. Ну, можно сказать, что это моноспектакль. Можно сказать. И спектакль, на самом деле, удивительный, потому что там вы совсем другой, мне так показалось. И у меня создалось ощущение, что вы так много о себе рассказываете, о детстве, как будто это вот прям все про вас, про эту коммунальную квартиру, про этот товарный поезд. Много там вообще вашего личного в этом спектакле? Все, наверное, все личное и все про себя. Ну, потому что я думаю, что вот то время, в котором прошло мое детство и моя юность, люди жили все достаточно одинаково. Они, в общем, стремились к одному и тому же. Пределом мечтаний была отдельная квартира, дача малюсенькая за 100 километров, и машинка, либо москвич, либо жигули. Работали, в общем, тоже все примерно, как бы работали и получали, все примерно одинаково. Все были комсомольцами, все были пионерами, октябрятами, все катались на санках и на лыжах, играли в хоккей, футбол летом, ездили в пионер-лагеря. То есть это было все достаточно у всех одинаково. Были, конечно, какие-то элитарные люди, папы которых были дипломаты, но их было очень мало. Поэтому, в общем, каждый из нас, мальчиков, родившихся в 60-х, может рассказать о себе достаточно одинаково. Ну, с какими-то особенностями. Кому-то там выбили зуб клюшкой во дворе, а кому-то нет. Вы знаете, сейчас новое поколение, оно очень идеализирует советское время. Вот прям, знаете, вот как будто бы они там были, мед, пиво пили, понимаете, по саму текло. Действительно, в интернете есть прям идеализация советского времени. Вот для вас это было идеальное время или как? Ну, меня это, например, вот то, что вы сказали, меня это просто потрясает до глубины души. Потому что я даже одно время в своих соцсетях пытался с этими юными людьми дискутировать и натыкался на фразы типа «старый идиот, ты ничего не понимаешь». Старый идиот жил в то время, и он может многое рассказать. Я, безусловно, так как это была самая счастливая пора, сначала школа, потом студенчество, которое прошло в Советском Союзе, понятно, что это были прекрасные времена, познавание мира, первая любовь, какие-то открытия. Понятно, что, оглядываясь туда, вспоминаешь, конечно, много хорошего. Но нельзя вообще абсолютно идеализировать то время. То есть дефицит продуктов, эти унизительные очереди за какими-то там долбанными кроссовками, которые на следующий день полиняют, и у тебя будут все носки потом синего цвета в таких разводах. А ты за ними всю ночь стоял, как проклятые, вот эти вот номерки на руках, потом невозможность выехать за границу, невозможность там, не знаю, купить автомобиль даже у тебя, если есть средства на это. Очень много было, скажем так, не шибко хорошего. Но при этом какие-то вещи, которые вспоминаешь сейчас так, как будто бы это что-то такое невозможное, невероятное. Ну, например, там, тотальная безопасность людей. Какие-то вещи, там, не знаю, например, там, вера в добрых милиционеров, да, дяди Степа. Понимаете, и вот эти вещи, да, они были прелестными, чудесными. Но при этом было много такого, от чего просто вздрагиваешь иногда по ночам. Поэтому не надо это идеализировать, и особенно молодым людям, и не надо считать, что все... Они просто не представляют, что нельзя было зайти в магазин и купить себе нормальную футболку. У них просто нет этой опции в голове. Ну как? Что за фигня? Вот же, магазин через магазин. Или нельзя было вечером попасть в ресторан. Ну как, блин? Здесь этих ресторанов в Москве миллион. Вот, они просто этого не могут осознать. Осуждать их за это нельзя? Нельзя. Потому что... Вообще не надо никого осуждать. Спектакль-то, он про правду, он же настоящий. Он про настоящий Советский Союз, который был. Правда? Да, он про правду, он про... Вот. Ну, в этом спектакле, что мне нравится, там есть не только воспоминания, какие-то улеты такие в то время, какие-то ретро-вздохи. Там есть какие-то рассуждения на тему, там, семьи, на тему любви, на тему взаимоотношения мужчины и женщины, на тему, рассуждения на тему, там, дружбы, например. Я человек уже взрослый, и там есть какие-то лирические моменты, там, воспоминания о тех, кого там, допустим, уже нет. И это, в общем, вот этот сплав, так сказать, воспоминаний и какого-то юмористического взгляда на то, что было, и при этом какие-то рассуждения, мне очень это нравится. Он не... Это не комедия в чистом виде, что мне тоже очень нравится. Я в последнее время как-то больше люблю вещи, где не только шутки, но и какие-то, там, возможно, мысли. Философский подтекст. Возможно даже так сказать. Философский подтекст, ну, может быть, слишком это... Пафосно. Пафосно, да. Но что-то такое там есть. Нотки проскальзывают. Нотки проскальзывают. Помогают эти нотки дотянуть, какую-то огранку придать. Ваши партнеры, кто они? Потому что там тоже такие интересные ребята собрались. Ну, у нас на самом деле есть две версии этого спектакля. Одна версия – это, значит, с моими друзьями, которые появляются на экране. в свое время мы... Я решил объехать с камерой моих близких друзей, молодых и там, и моего возраста, и постарше, и как-то с ними на эту тему побеседовать, и как-то получить от них какие-то фразочки, которые бы вошли в этот спектакль. То есть там... И мы сняли несколько очень достойных людей. Там и Витя Логинов, и Женя Маргулис, и Стас Дужников, и Димка Хрусталев, и Паша Кабанов, мой верный друг еще с института, который прошел со мной в ОСП-студию, и на зло рекордом, и сериал «33 квадратных метра». И они появляются на экране. Ну, мы немножко, конечно, лукавим, говорим, что они якобы выходят в эфир прям онлайн. Понятно, что это не так. Но иногда нам даже верят. Я помню на гастролях, если я не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде на меня просто повис какой-то парень из зала и говорил, я хочу взять автографа Хрусталева. Приведи меня к Хрусталеву. Я очень люблю «Вечерний ургант», и мне нужно взять автографа Хрусталева. Я говорю, здесь нет Хрусталева. Подожди, но я его видел, он сидел в гримерке. Он сидел в гримерке. Ты на сцене, он в гримерке. И вы с ним общались. Вот. Ну, я ему говорю, ну, послушай, неужели же, если бы я привез Хрусталева, я его не видел на сцену? Вот. Да. Это один вариант этого спектакля. Есть второй вариант без участия этих граждан. Он, скажем так, более компактный, более выездной. Вот. Потому что для того, чтобы это происходило, они появлялись на экране, нужно специальное оборудование, оно не везде есть. Вот. Это проектор специальный нужен, или там специальный кран. Вот. Поэтому мы иногда играем этот спектакль без них. Вот. Без этих героев. Но я добавляю в него зато другие какие-то опции. У меня, например, есть такой момент, когда я выхожу в зал и начинаю дарить подарки людям. Ммм. Как здорово. Да. Причем это какие-то вещи, которые... Ну, раньше это были из моих закромов с антресолей. Какие-то там пионерские галстуки и октябрецкие звездочки. Вот. Но потом они закончились, наверное. А потом они закончились, да. Поэтому сейчас мы готовимся к каждому спектаклю. Ездим куда-то на какой-нибудь специальный рынок и что-нибудь такое красивое, старинное там приобретаем. Это же класс. Да. Вот. На Новый год мы играли этот спектакль, и я попросил, значит, наших администраторов, и они поехали и нашли старые елочные игрушки. И я просто... Я даже несколько себя оставил, потому что именно такие висели у меня на елке. Ну, раньше не было такого, опять же, разнообразия. То есть, в принципе, у всех на елке висело одно и то же. Сейчас все вспомнили прямо это все. Да. И стоял такой ватный Дед Мороз под елкой. Уже такой пожелтевший, потерявший посох. Вот. И там подранный кошкой. Видавший. Да. Видавший. Не один Новый год. Да. Вот. И я, например, вот и администраторы привезли это богатство, и я ходил между рядами, дарил это людям. А люди были в основном такие взрослые. Ну, вообще, как бы, все-таки больше взрослые ходят на этот спектакль. Вот. И они просто у них прямо лица разглаживались в глазах. Даже у некоторых там увлажнялись в некоторых глаза. Там одна тетенька прямо у нее прям слезы потекли. И она сказала, это же моя, вот это вот, это ракета. Ракета. У меня была такая ракета, вот такая. Такая на прищепочке, которые... Да, вот. Как вы узнали, Сергей? Я сам прям убежал от него, потому что тоже в носу у меня защипало по этому поводу. Да. Вот. Поэтому вот есть такая опция. Вот. Ну, и вот в этой опции без экрана я как раз больше разговариваю со зрителями. Потому что я больше разговариваю обычно с ними, с теми, которые на экране. Там некоторые моменты есть, когда мы как бы разговариваем. Я спрашиваю, он отвечает. То есть довольно сложная такая была задача. Мы ее довольно долго репетировали, чтобы я раньше времени не сказал, а и не налез на актера, который сейчас с экрана вещает. В общем... Ну, опыт работы на телевидении не прошел даром. Не прошел, конечно, не прошел. В общем, вот у нас есть два. Два спектакля. Время супергероев и время супергероев штриха. Ближайший когда можно будет посмотреть и где? 26 августа в Доказуево мы собираемся его сыграть, если будет все у нас хорошо. У нас будет все хорошо. А следующий будет 22 сентября. То есть прям буквально через месяц. И Доказуево это, конечно, такая площадка очень для меня значимая и очень мной любимая и такая прямо своя. Потому что я там очень много чего играл и продолжаю играть. И это такой прям родной дом. Ну и опять же мои товарищи из квартета и там сидят внутри. Прекрасно. Сергей, ну а те, кто все-таки не жил в это время супергероев, я вот сейчас про них думаю, ведь могут обидеться, но а наше это время, что это? Не время супергероев разве? В которое мы живем. Это время просто бэтменов практически. Там в самом начале как раз мой герой лирический говорит о том, что все-таки по сравнению с нынешними дитями и молодежью. Все-таки мы были ребята более, так сказать, бесшабашные и более бесстрашные. Потому что в общем в связи с распространением гаджетов и прочей вот этой истории, которую я не осуждаю, по себе Господь, люди гораздо больше, вот дети и молодежь проводят гораздо больше времени дома, у компьютера, у нас всего этого не было. И поэтому мы там, вот он говорит, что этот самый мой герой, что там, мы могли играть по 6 часов в хоккей при температуре минус 30 градусов. Мы, значит, блин, катались на льдинах, когда... А еду ели, а не фотографировали. А еду ели, а не фотографировали. Абсолютно верно, что и мы там катались на великах без шлемов, ужас, без шлемов, без шлемов, без шлемов. Как мы выжили? Я не понимаю. Поэтому мы все-таки, наверное, были чуть-чуть побольше супергероя, чем они. Хотя они тоже супергерои, они могут пойти себе и в магазине купить костюм Бэтмена или Человека-паука. Сергей, у вас трое детей. Не все об этом знают. Вы многодетный папа. Да. Вы своих детей как супергероев воспитывали? Да нет, наверное. Просто я как бы их воспитывал как придется, потому что они родились очень кучно. Или родились, как правильно говорить? Родились, наверное, все-таки. Родились. Русский мир. Русский мир. Родились. Родились. Значит, сначала родился один мальчик, а потом еще буквально через полтора года еще два мальчика. Поэтому, в общем, как-то до изысков в воспитании как-то руки не доходили. Поэтому как придется. Накормили и слава Богу. Зато честно. Вот зато честно. Нет, нет. Ну как? Ну, конечно, мы старались. Там, книги, фильмы, хорошие, там, какие-то куда-то прогулки в какие-то достойные места. Ну, этим в основном занималась жена моя Наташа. Поэтому, в общем, я, честно говоря, сейчас, если бы можно было вернуться в то время, я бы, конечно, гораздо больше уделял им внимания, потому что мне до сих пор немножко перед ними стыдно за то, что я при первой возможности удирал на работу. Вот. Даже иногда, когда это было не прям уж не совсем необходимо, потому что это было чрезвычайно тяжело, но они выросли все достойными людьми. У них уже у самих дети. Я еще и многодетный дед. Я вас поздравляю. Спасибо. Четверо человек у меня уже народилось. Так что, в общем, я весь обвешан родственниками. Это же замечательно. В лучших традициях русского мира. Исконно русского мира. Это же главное это все семья. Детей должно быть много. Вот. Дорогие друзья. Мне кажется. Особенно сейчас. Ну, и мне очень нравится, что сейчас молодые люди, ну, как молодые, молодые по отношению ко мне, вот, люди там, которым за 30, за 40, они вот просто у многих там по трое детей, по четверо. И это прекрасно. И я прямо счастлив. И когда особенно взрослые люди рожают детей. Это же чудесный момент, когда ты, тебе не 25 лет, тебе не надо бежать ни на какие дискотеки, ни на какие там, ни в кино, там еще куда-то, там в бар. А ты уже все это прошел, и ты можешь спокойно сосредоточиться вот на этом чуде. И у тебя есть уже там всякие примочки, ты можешь это снимать, и ты можешь делать фильмы об этом человеке, и можешь какие-то делать фотосессии красивые. То есть такое осознанное родительство. Вы за это? Вот хороший термин, осознанное родительство. Это прелестно, по-моему. Вы знаете, сегодня в программе мне все-таки хочется немножко посравнивать то время супергероев и нынешнее. Пожалуйста. Скажите, как вам кажется, вот пробиваться в жизнь тогда было проще или сейчас? У вас-то вообще путь тернистый. Ну, сейчас... Горный институт, зэки за плечами. Да, да, да. Сейчас, наверное, возможности пробиться возможностей у человека больше. Буду говорить про свою, да, стезю, про свою мануфактуру, про свою область. То есть сейчас, в принципе, любой человек может стать звездой эфира, да. То есть не надо для этого там учиться и не надо для этого там заканчивать какой-нибудь институт. Сейчас там достаточно иметь хорошую какую-то технику, видео, вот, иметь какой-то там стартовый капитал, а может быть даже и без этого. И ты можешь там стать звездой ютюба и заниматься творчеством без всяких ограничений, без цензуры, без какой-то, без каких-то рамок. Иногда это хорошо, иногда это плохо. То есть иногда я смотрю, например, ютюбную какую-нибудь передачу, где там человек берет у другого человека интервью. И я понимаю, что здорово и острые вопросы, которые там в телевизоре наверное задать нельзя, и какие-то может быть слова, которые не слишком легитимные к произношению. Но при этом я понимаю, что это идет там допустим час двадцать. И я понимаю, что это долго. Я понимаю, вот тут затянуто, и вот тут затянуто. И здесь ведущий повторяется, и это все должно быть более компактно. И тут не хватает конечно хорошей редакторской работы. Но при этом это как бы по-своему сделано. Поэтому вот мне кажется, что нынче человеку, особенно человеку там не знаю, очень этого желающему, очень этого хотящему пробиться наверное проще. я на самом деле тоже не могу там себя как-то это говорить, что вот а я вот совсем по-другому. Я тоже в общем как бы занимался творчеством, пробивался, не имея специального образования. Как раз перестроечные эти годы появление нового телевидения российского. Мне в общем и повезло, и с другой стороны очень этого хотел, и были тогда такие условия. Поэтому сейчас конечно проще. Сейчас просто гораздо больше возможностей для этого. У вас есть ТЭФИ. Серьезная телевизионная награда. Вы знаете, сейчас многие коучи говорят, ну опять про интернет, надо главное научиться правильно мечтать в жизни. Вот ты научился правильно мечтать, и у тебя все как по маслу пошло. Вы правильно мечтали, чтобы у вас ТЭФИ-то было? Ну коучи вообще конечно отдельные скоро их выведут на чистую воду. Инфо-цыган. Да, их поймают всех. Попытка добиться какого-то успеха это не было основной путеводной звездой. То есть просто очень нравилось заниматься тем, чем мы занимаемся. Процесс. Процесс. Очень от этого перло. Очень как бы от этого штырило. Черт. Опять какое-то не то слово. очень это вдохновляло. Вот теперь правильно. И это было вот именно делание, именно процесс это было основное наверное основной кайф. и потом уже когда начали узнавать, когда уже начали брать автографы и начали показывать пальцами, то конечно добавилось какое-то ощущение, что ты это все делал не зря. вот. А потом когда вдруг началась эта премия ТЭФИ, первый год мы попали в одну номинацию, а на второй год мы попали вообще в две номинации. Там лучшая телевизионная программа юмористическая и лучшая телеведущая юмористическая программа. Лучший ведущий, да. Вот. Ни в первый, ни во второй год мы ничего не получили. Причем это было конечно очень странно и удивительно, потому что мы были общими любимцами в телевизионной тусовке, потому что мы же всех пародировали, и это ужасно нравится людям, умным, когда их пародируют. Это значит ты чего-то добился, ты узнаваем, тебя можно изображать, вот. И все были уверены, что мы получим, особенно во второй год, просто никто не сомневался. И когда мы не получили два, три, три ТЭФИ, мы конечно были очень расстроены, особенно после первого провала, я помню, я жутко напился, простите, вот, мы причем выпивали с великим поэтом Евтушенко. Ничего себе, это грех был не напиться. Да, вот, я страшно ругал Владимира Познера, который был тогда главным академиком, ох, я его кассетерил, и даже помню, назвал его вампиром, сейчас ужасно затественное, вот, и Евтушенко на меня посмотрел и сказал, ты знаешь, ни один твой Познер негодяй, есть другие, я говорю, кто, вознесел, вот, да, ну, и с четвертого раза мы наконец-то получили ТЭФИ за программу СП-Студия, первые первые два раза мы номинировались от телеканала ТВ-6 Москва, а потом он закончил свое существование бренное на земле, и мы уже как представители телеканала СТС получили свою эту долгожданную премию. УСП-Студия 33 квадратных метра, это вот такие народные герои там были представлены, которые пользовались невероятной популярностью у зрителей, конечно же, не только коллег по цеху, вот на сегодняшний момент, как вам кажется, какие эти герои, они как-то немного видоизменились, да, и могут ли они таким же спросом пользоваться, либо уже нет, сейчас пришло время других героев. Ну, конечно, уже они не могут пользоваться спросом, мне просто часто пишут в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, мне пишут, что немедленно возрождайте ОСП-студию, мы соскучились, это была лучшая программа, но сейчас, конечно, нет, сейчас, конечно, нет, сейчас, конечно, взаимоотношения другие, и мы тогда, конечно, работали в очень гротескной манере, я сейчас иногда прям смотрю, прям ежусь, потому что это как-то это какая-то прям была такая клоунада. классика. классика, классика, я так хотел стать классиком, 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 я так хотел стать классиком, я музыку писал, для флейты контрабасиков, никто ее не понимал. ну, иногда симпатичная, но, в общем, и нынешний, конечно, способ подачи, он совсем другой, там, есть тоже сериалы семейные, там, вот, Ивановы-Ивановы, или Ивановы-Ивановы, я не помню, как точно называется. Мы все поняли, о каком сериале идет речь. да, там, вот, как бы, тоже, ведь, как бы, семейные взаимоотношения, ну, там, все уже по-другому, все даже гораздо более, так выпукло, более так детально, у нас такое было, в общем, конечно, керикатурное изображение этой семьи, но, оно было абсолютно, оно просто стало популярным, потому что, ну, во-первых, вообще никого на этом поле не было, мы были прям первым реально ситкомом, во-первых, а во-вторых, мы, понятно, что они попадали в абсолютно такие сказочные ситуации, но, все-таки, вот взаимоотношения между ними были достаточно узнаваемы, и они были непридуманные, и они разговаривали тем самым языком, который разговаривают обычные люди. Клара Захаровна, меня интересует следующий вопрос. Неужели, отправляя своего любимого зятя строить ваш забор, нельзя было выполоть вокруг него крапиву? Сидите тут целыми днями, а я потом ходил в балдырях, как бородавочник. она у меня там специально для ЦОПа рождет. У меня соседи так разговаривают, сосед со своей тещей так общается. Абсолютно, абсолютно. Мы очень многие вещи брали из жизни. Очень многие вещи. То есть, например, как начинали появляться эти персонажи. То есть, сначала, значит, появились папа и сын. Я просто начал с вами рассказывать парням, я там занимался спортом в детстве, в юности, про своих там тренеров, которые, пятилетним упором соображался. они сейчас такие, в принципе, сейчас даже хуже, наверное. Вот. Ему это очень понравилось, они ржали, я вспоминал какие-то вещи. Они говорят, мы сделаем, давай сделаем такую парочку. Вот. Это была первая, значит, первая часть сериала. Потом, значит, Пашка Кабанов, он учился в городе Днепр-Дзержинске, это Донбасс, и там и говорят на Суржике смеси русского с украинским. Вот. И он нам показывал своих учительниц. Вот. Своих учительниц по русскому языку, по украинскому языку, и мы просто умирали от смеха. Это была там вторая составляющая сериала. Вот. Потом, значит, ну, мы поняли, что у нас, если есть папа и сын, и есть бабушка, то и у нас есть Таня, и это, естественно, мама, автоматически она становится мамой, вот. А Миш Кшат сыграл все входные роли. Всех. Азербайджанцев, алкоголиков, там, бомжей. Самые разноплановые. Да, шпионов даже каких-то. Чудо какое. Да. И это все просто получалось как бы ну, очень искренне, и поэтому, наверное, вот оно такое. Поэтому память жива до тех пор, народная. Ну, да, да. Да, уже, правда, все меньше и меньше людей, которые помнят это. Мы напомним нашей программы сегодня. Прекрасно. Об этих героях. Прекрасно. О других героях хочется поговорить, о классиках. Я имею в виду классиках русской литературы, которые писали. Да, все-таки мы с вами до эфира. И ожиданно. А вы на русский мир пришли? О чем вы думали вообще? Сейчас тесты по ЕГЭ здесь будут. Скажите, пожалуйста, вот с кем бы, если бы у вас была такая возможность встретиться с нашими великими писателями, которые писали в юмористической манере, с кем бы вы хотели пообщаться? Вопрос, захотели бы они со мной общаться? Ну, мы сейчас с другой стороны зайдем. Ой, ну, я не знаю. Ну, это просто... Ну, вот, наверное, с Федором Михайловичем Достоевским я бы не очень бы хотел общаться. Так. Да вы что? Я сейчас, я сейчас, ничего себе. Потому что, мне кажется, нам было бы очень найти сложный общий язык. Вот, потому что он все-таки... Хотя, это один из моих любимейших писателей. Ну, он же такой депрессивный Достоевский. Ну, нет, нет. Он... Достоевский, может, и депрессивный, но он настолько... он настолько мощно вскрывает глубоко натуру человека, что иногда просто диву даешься, что как, как вот это... И он подумал про то, что она подумала, и он... И вот эти вот... Это иногда читается как детектив. Я периодически перечитываю. Так, с кем бы я хотел поговорить? Я бы, наверное, хотел поговорить с Михаилом Фанасьевичем Булгаковым. Да. И про... Просто задавать ему вопросы про... роман самый главный, да, про мастера. Хотя... Хотя... Художники иногда настоящие, они ничего тебе не расскажут. Они расскажут. Все вот читают... Написано там. Все написано. Между строк. Да. Я, например, когда брал интервью... У меня был такой интересный случай в жизни. Когда я брал интервью у Игоря Ивановича Сукачева, одного из моих любимейших исполнителей, у него есть такая песня, называется «Право на выбор». И там есть строчка. На заборе написано «Виктор Цой», но за этим забором ничего нет. И я ему говорю, «У Игорь Иванович, это про что?» «Не про что». Она говорит, «Ну что имеется в виду?» «Не скажу». Вот. И я говорю, «Ну, Ходжик, ну, не под диктофон, вот выключу». Он говорит, «Не спрашивай поэта, о чем он пишет. Вот сам домысливый и сам придуманный». Но образ сильный. Образ-то какой сильный. Образ сильный. И поэтому очень зацепило. И поэтому очень хотелось спросить, что это означает. Ну, с Ильфом и Петровым, конечно, я бы посидел где-нибудь в пивной, чтобы так они... Мы бы это сняли, с того что? Размякли, да. Вот. Вот, конечно, очень бы хотелось побывать, даже не поговорить, побыть чуть-чуть, например, в обществе Набокова. Вот, послушать, послушать его. Хотя, говорили тоже, в конце жизни был очень вздорный старик. Не, не добрый. Вот. Хотя, с другой стороны, кто из нас добрый? Кто занимается творчеством в кругом враги? Суровые люди. Да. Эти творческие. Нет, ну, очень много, очень много людей. Фазиль Искандер, вот с ним бы тоже, я бы посидел за столом в каком-нибудь за столе. Александр Сергеевич Пушкин, как? Э-э-э... Нет? Нет. С Александром Сергеевичем Пушкин. Ну, а с Есениным? С Есениным, да. Да? Да. Вот с Есениным и Мариингофом. Ах, даже так! Чтобы они, да, ну, они же страшные были друзья и были очень развеселые. Маяковского только не зовите в эту тусовку. Маяковского нет. А мы бы, я бы потом отдельно с Маяковским пообщался. Да, вот Есенин, на самом деле, и Мариингоф, это вот точно вот, это потому что, потому что одна из моих любимейших вообще книг, в принципе, это бессмертная трилогия Мариингофа, где он рассказывает о своей дружбе с Есениным. Это, конечно, не имеет никакого отношения к сериалу Есенин, например, который, вот. Может быть, с другой стороны, нельзя было все писать тогда Мариингофу. Но это прямо, вот я ее прямо перечитываю иногда, и это, в общем, меня прямо в буйный восторг приводит. Сергей, мы поняли о ваших литературных пристрастиях. Мы вас, к сожалению или к счастью, час сорок пытать не будем, как делают наши коллеги по цеху. Прекрасно. Поэтому у меня остался один вопрос. Это великолепно. Их было море, но вот уже подводя некий итог, супергероизм, о котором сегодня шла речь. Скажите, все-таки, что для вас является главной ценностью в жизни? Вот самое главное. Во-первых, я стараюсь никогда не заниматься тем, что мне не нравится. Вот ценность жизни в том, чтобы не заниматься всякой ерундой. Я понимаю, что иногда это невозможно, иногда надо что-то делать ради денег, там еще что-то. Но вот по возможности не надо заниматься и не надо терять время на то, что тебе не нравится, на то, что тебе не люба, на то, что тебе претит. Вторая ценность, моя жизненная, это отсутствие уныния по возможности и грусти в жизни. То есть уныние и смертный грех, как сказано в одной самой известной книге. Поэтому надо, как бы тебе не было плохо, все равно стараться находить какие-то веселые моменты, не знаю, гулять, играть в спортивные игры, смотреть хорошие фильмы и гнать от себя грусть и печаль. Ну и третье, конечно, любовь ко всему живому и неживому, к животным, к людям, к своим родственникам, к красивым вещам, к хорошим фильмам, к красивым картинам достойным. Ну так. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Зарядили нас всех оптимизмом. Вам спасибо. Вы настоящий супергерой. Не по-своему. Нет. Да. Я не настоящий сварщик. Сергей Белоголовцев, звезда русского мира, сегодня у нас была. Это известный актер, режиссер, телеведущий, ну и просто суперчеловек. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok